доброго доброго и приятного времени суток вам уважаемые участники нашего марафона давайте с вами знакомиться меня зовут светлана луговых и я приветствую вас из славного маленького уральского городка полевской именно здесь павел петрович бажов писал сказы а я вам расскажу сегодня сказку о том как грамотно результативно и эффективно использовать самый старинный в сетевом бизнесе инструмент для рекрутинга список знакомых он у вас есть вы им пользуетесь вы когда-нибудь слышали об этом списке знакомых давайте по-другому на него сегодня посмотрим давайте к нему по-другому подойдем особенно когда на пороге такая великолепная акция и она продлится 6 до 9 каталога целых четыре каталога у нас есть возможность не только поработать с этим списком знакомых не только его улучшить но и вообще может быть выработать особую свою технологию работы с этим списком и так что нам будет необходимо в первую очередь блокнот блокнот или тетрадь где вы разлинуете таблички может быть это будет обычный телефон где вы будете записывать свои идеи и фамилии те которые приходят сейчас вот в данный момент на ум а может быть это будет прямо табличка созданная в excel и вы будете работать не и будете грамотно отцифровать каждого каждого кто кто попадает к вам список знакомых с чего начинаю рекомендует с чего начинать работать надо со списком я всегда рекомендую с теплого круга потому что он ближе и он сразу вам понятен кто входит ближний круг родня ее бывает очень много я вас поздравляю если вы из большой дружной семьи и так как род род увеличивается всегда можно прямо зайти по списочку человек 40 а то и 50 сразу сразу занести потому что родня бывает знаете и далекая и близкая и живет рядом с вами а может быть где-то и подальше на второе место всегда ставлю друзей особенно тех людей вот эти вот везет тем людям кто общительный кто где вы не бывает обязательно заводит друзей и умеет поддерживать связи через соцсети через мессенджеры таким людям еще легче продолжим продолжить список и это будет еще человек 50 потому что друзья могут быть знаете как товарищи с которыми мы общаемся бывает очень очень близкие друзья и конечно коллеги конечно коллеги это люди с которыми мы работаем мы мы не можем с ними там близко и взаимодействует мы знаем их деловые качества их личностные качества и тоже заносим а потом друзья мои в этот список который необходимо обязательно пополнять после того как вы сходили на день рождения вы сходили вы куда-то в поездку съездили вы просто пошли на родительское собрание у вас всегда каждый день вот если поставить цель цель поставить вот с 6 до 9 каталога ежедневно по два по три человека заполнять и заполнять в этот список но грамотно в чем заполняется грамотность кроме имени хорошо бы узнать номер телефона следующие параметры где где чаще находится этот человек в какой соцсети или в каком месседжере это будет 3 колоночка четвертая колоночка обязательно день рождения обязательно день рождения потому что именно сейчас во время действия акции каждый день может быть у вас подарок личный по списку знакомых если вы знаете если вы знаете день рождения очень рекомендую графу семейное положение укажите там сколько детей укажите во сколько внуков укажите возраст детей и внуков и тогда вам будет гораздо легче и больше возможности предложить этому человеку не только экономию но еще и пополнение семейного бюджета очень важно чтобы была графа хобби почему хобби важно да потому что люди через хобби проявляют свои ценности свое отношение к жизни и если вдумчиво вдумчиво относиться и думать о человеке то вы всегда поймете какую прелесть какую возможность какую приятность мы можем подарить человеку при знакомстве с фаберлик хобби это очень важно и оставьте еще пункт примечания туда можно писать ваши ваши действия туда можете писать ваши ощущения но вы знаете я видела списки знакомых когда были графы вот как как знаете вот как первый звонок второй звонок третий звонок но это было много лет назад мы всегда раньше учили взаимодействовать три раза с любым человеком друзья мои мир изменился и сейчас это нормально если вы взаимодействуете 11 раз а последние данные гласят вот о чем к человеку необходимо прикоснуться 32 раза разными путями чтобы он один раз к нам привык 2 раз лояльно к нам относился к нашему хобби или к нашему занятию например моем случае к моей безграничный любви к выбрали и 3 и третий раз мы отмечаем именно там как меняется жизнь у человека потому что друзья мои вот в жизни бывает по-разному и если список написан всего лишь 10 человек и я только 10 раз пределала предложение и вы знаете есть большой шанс из 10 и получить все 10 отказов гораздо больше шансов получить 10 до горячих да когда список 100 человек а теперь вспомните что я говорила в самом начале у каждого человека есть 400 знакомых минимум 400 а теперь смотрите если список если список 100 человек и я умножаю у них у каждого 400 человек знакомых сколько будет списке коллеги я вам гарантирую нам жизни этой не хватит чтобы перезнакомиться со всеми друзьями родственниками знакомых да на наших людей в этом списке это бесконечной бесконечный труд бесконечное знакомство и бесконечные новые открытия и новые наши возможности потому что тот человек который нам очень нужен для нашего проекта и для нашего бизнес проекта он находится по теории фильма елки он находится только через семь рукопожатий это значит что если я написала вот в списке знакомых стоит мой друг то в его окружении через 7 рукопожатий где то есть мой настоящий лидер мой настоящий партнер мой настоящий постоянный потребитель который никогда не уйдет потому что ему нравится качество фабролик ему нравится цена фабролик ему нравится что это такой ассортимент ему все здесь нравится кому-то не будет нравится и он будет уходить и вообще это не страшно но самое главное если грамотно из этого списка знакомых у каждого смотрите у каждого взять список родных список друзей список коллег представляете сколько в нашем с вами списке будет этих людей и тогда мы их можем выбирать по дню рождения по хобби потому есть у них дети или нет а если мы еще будем знать профессию а если мы еще будем знать был он фабролик или не был потому что знаете фабролик за 20 лет люди сейчас возвращаются к нам по третьему в моей структуре на пятый раз представляете возвращаются люди обратно потому что о счастье они сходили на сторону они попробовали другое и именно сейчас вот в это время когда компания фабролик дарит за возвращение одну тысячу рублей вы знаете процесс обратного восстановления идет гораздо быстрее чем во все другие времена и так что необходимо сделать в технологии написания списка первое написать и написать не меньше 100 дайте себе обязательства что пока не напишите 100 человек вы не успокоитесь сколько вы будете писать я рекомендую по 5 8 минут вот просто садитесь берите ручку и говорите засекайте время грите так 5 минут я сейчас пишу и начинайте писать пока просто имя а только потом вы будете а у него искать телефон день рождения вы поймете через кого это сделать второе пополняйте дайте себе обязательства все четыре каталога вы будете пополнять этот список за знакомых и пожалуйста отцифровывайте вот если вы сделали звонок сделали предложение запишите чтобы это где-то было не на бума вот мне в голове а чтобы вы отслеживали как это происходит как это происходит с вашим списком знакомых потому что смотрите что бывает вам сегодня в апреле девятнадцатого года могут сказать нет мне это не интересно и меня это вообще не интересует но к маю уже может быть ситуация совершенно изменится потому что мы еще с вами не знаем какие новинки выйдут летом нет мы уже знаем мы уже будем знать на на наших конференциях но люди то ведь еще не знают мы не можем им всем об этом рассказать так следующее если это родня если это родня то не знаете я не рекомендую вам сразу к ним обращаться попросите помощи попросите помощи и скажите три заветных слова посоветуй мне покажи мне расскажи мне как бы ты поступил и вы знаете родственники с удовольствием нам посоветуют подскажут и сделают ну а если это ваши друзья или знакомые задайте им просто вопрос а что если я покажу как тебе экономить семейный бюджет или а что если я тебе расскажу и объясню как наилучшим образом использовать сегодняшнюю ситуацию когда выбрали дарит дарит подарки до лета и так друзья мои пусть у вас всегда будет собой хотя бы маленький блокнот или туда куда вы все заносите свои мысли свои идеи свои данные о том человеке с кем встретились о том человеке с кем поговорили или просто вы о нем подумали запишите я вас уверяю он вам или напишет соцсетях или как-то вы на него выйдете через своего друга через седьмое колено но и и самое главное вы можете всегда со своим наставником со своим директором или в одиночку или в команде сесть и подумать как для тех людей вот этого возраста вот с таким хобби вот такой профессии что мы можем предложить сегодня фабрали и просто этот текст написать отправить его через мессенджер позвонить ли просто написать в соцсетях сделайте это посмотрите отклик если даже не получилось не переживайте потому что время проходит и мы по этому списку еще раз можем обратиться пройдет год-два а вы еще раз можете обратиться то как сейчас происходит со мной знаете есть одноклассники которые мне смеялись и отказывали 20 лет назад а сейчас после очередного вечера встречи с удовольствием спрашивают покажи свет каталог расскажи о чем ты пользуешься и вы знаете это прекрасное качество возвращаться опять к тому списку знакомых и видеть как из вашего списка люди приходят к нам в наш бизнес в нашу команду люди экономят люди становятся успешными люди становятся здоровыми красивыми и вы знаете это большое счастье в моей структуре есть есть те которые 20 лет со мной и это не всегда мои друзья и это не всегда моя родня но в основном моей структуре друзья родня и мои бывшие коллеги я вам желаю использовать наилучшим образом тот теплый тот горячий круг который окружает нас дает нам любовь энергию и всегда по-хорошему по-доброму к нам относится будьте счастливы и с душой со счет с улыбкой предлагайте нашу акцию на тысячу рублей она поможет абсолютно всем тем кто захочет ей воспользоваться с вами была светлана логовых пишите мне вопросы в личи в личку и я всегда вам отвечу как наилучшим образом ответить на то или другое возражение до свидания и успехов нам всем в нашем марафоне пока пока здравствуйте меня зовут инна кронвальд сегодня я расскажу вам о способах рекрутирования которыми работает наша команда конечно мы используем и онлайн и оффлайн методы на сегодня я вам расскажу о холодных контактах многие говорят что холодные контакты сейчас не работают но на самом деле это не так очень много способов использования именно холодных контактов и сейчас я расскажу несколько из них первое о чем я хотела бы рассказать это о том что я не люблю работать с промостойкой конечно мы работаем с ней особенно когда идут городские мероприятия какие-то праздники мы используем промостойку но почему я не люблю с ней работать например когда мы работаем на промостойке мы работаем минимум вдвоем бывает больше меньше мы не работаем и получается что например мы вдвоем работаем один человек уже начинает беседовать с кем-то с каким-то потенциальным клиентом я вижу например девушку которая мне понравилась которой я хотела бы рассказать о наших возможностях но она проходит мимо и мимо достаточно ну как вот не близко да естественно я не могу никак к ней далеко отлучиться и рассказать о наших возможностях тем самым человек упущен и получается что работая с промостойкой мы охватываем только тех людей которые плавно перемещаются в пространстве этой промостойки и за счет этого мы теряем в принципе массу тех кого нам интересуются на интересном было бы охватить поэтому не используя промостойку очень удобно перемещаться и тем самым беседовать с теми людьми которые нам нравятся какие способы мы используем значит первый момент очень такой интересный наверняка вы все им пользуетесь он мне очень нравится эта работа с шарами никакая мама которая идет с ребенком не пройдет мимо шариков потому что мы конечно же стремимся этот шарик ребенку подарить и ребенок соответственно тянет руки и хочет этот шарик когда мы этот шарик дарим у мамы нет никаких шансов отказаться и не ответить на наши вопросы мы же подарили шарик мы дали его бесплатно соответственно человек испытывает чувство благодарности и он не может не ответить на наши вопросы вопрос мы задаем традиционные знаете ли вы нашу компанию пробовали ли вы нашу продукцию и обязательно берем имя и телефон обязательно берем контактные данные потому что раздавать каталоги без обратной связи смысла нет может быть сработает один каталог из ста а может быть не сработает что скорее всего в общем всегда берем обратную связь берем обязательно контакт еще такой момент иногда даже бывает так что нам не приходится подходить к маме с ребенком они сами к нам подходят потому что ребенок видя тетю с шарами сам идет туда и хочет этот шарик поэтому он ведет соответственно свою маму к нам далее момент когда девушка женщина без ребенка мы конечно не тоже можем подарить шарик это тоже улучшает повышает настроение но не все адекватно воспринимает такой подарок поэтому мы можем заговорить с ними используя другой инструмент например мы сейчас своей работе используем вот такие купюры они продаются в любом книжном магазине мы просто наклеиваем на них свою листовочку со своими контактными данными здесь написано получить 1000 рублей на оплату заказа и подарок стоит мое имя телефон и адрес нашего пункта выдачи соответственно у человека есть два варианта либо к нам прийти либо к нам позвонить но как правило если мы взяли его контакт мы звоним ему сами это повод заговорить то есть компания фаберлик дарит вам 1000 на покупке мы даем эту тысячу человек берет просто как по инерции да вот это повод заговорить далее что мы делаем мы берем каталог каталоги могут быть как текущие так и прошлые и позапрошлые и позапозапрошлые самое главное чтобы они не были прошлогодними сильно давными все равно человек бывает обращает внимание на дату которая указана на каталоге бывает такое вот но я сейчас вам должна рассказать вот про эти закладочки они про каталог каталог мы естественно оформляем у меня не оформленный каталог здесь как правило мы крепим листовку с какой-то интересной информации здесь мы оставляем свой контакт чтобы была обратная связь как у нас так и потенциального клиента зачем нужны вот эти вот закладочки как мы с ними работаем два стикера на каждый стикер нанесен аромат на одном свежий на другом сладкий если работать одним стикером допустим выходит какая-то новинка аромата да и мы используем только один стикер с этой новинкой не всегда можно угадать что человеку этот аромат понравится кто-то любит свежий кто-то любит сладкий люди разные вкусы у всех разные поэтому как правило я использую два стикера свежий сладкий чтобы у человека был выбор на стикерах делаю вот такие надписи выгодна стрелочка есть такие стикеры которые со стрелочками уже сделаны стрелочками у меня не закончились поэтому я использую такие они тоже хорошо работают и вот здесь написано вкусно то есть это как бы такая молчаливая рекомендация которую человек может потом прочитать открыть и подумать действительно может быть это и так далее обращаю ваше внимание мы как наставники заинтересованы в том чтобы наш потенциальный консультант клиент разместил заказ то есть воспользовался подарочной тысячи это может сделать в том случае если сделает заказ на 2000 рублей соответственно нам как наставником выгодно обратить внимание собеседника на высокобальную продукцию рассказывать вот так по пути о том какой есть у нас уход за лицом например высокобальной продукции да это не всегда удобно для этого есть мастер-классы на которые можно потом человека пригласить а вот так сразу на ходу так сказать очень удобно рассказать про ароматы ароматы удобно показать они высокобальные они дают нам хороший заказ по баллам обращаю ваше внимание что аромат должен стоить 999 рублей чтобы заказав два аромата в сумме вышло 2000 здесь соответственно получается 1998 плюс один каталог получается 2000 у нас есть заказ далее и если человеку на стикере понравится аромат соответственно может один выбрать для себя второй выбрать в подарок может быть такой может быть другой здесь я еще вот показываю женский аромат то есть есть мужские есть женский можно работать только либо с мужскими либо только с женским здесь точно так же стрелочка выгодно обратите внимание стоимость 999 рублей ну и здесь вот очень вкусно стоимость также 999 рублей в общем эту акцию мы отрабатываем вот с ароматами это очень удобно дальше что хочу сказать мы обязательно берем рекомендацию то есть если человек если мы уже с ним беседуем мы берем рекомендацию и за рекомендацию мы дарим пробник какой-то домашней продукции по уходу за домом то есть маленький пробничек как презент и человеку приятный нам хорошо то есть если вы порекомендуете нам свою подружку которая также хочет воспользоваться тысячу подарочной то мы вам подарим вот такой подарочек да можно использовать любой пробник мне нравятся пробники уходу за домом далее у нас сейчас весна тепло и скоро совсем скоро нас ждут майские праздники мы используем три дня 6 7 8 мая для того чтобы провести рекрутинговую акцию большую мы берем георгиевские ленты то есть как обычно вот на улицах раздают ленты то же самое делаем мы в обмен на ленту мы берем контактные данные и рассказываем о акции о каталоге об акции о продукции вот когда вы стоите с лентами вам даже ходить никуда не надо вам даже бегать ни за кем не надо люди сами будут к вам подходить потому что как правило все хотят этот день не провести отметить этой лентой свою машину там свою сумочку и так далее и в их интересах как бы эту ленту получить они сами подходят они сами спрашивают и тем самым у нас опять же завязывается диалог простой очень очень часто подходят мужчины спрашивают раздаем ли мы ленты да мы раздаем в преддверии этого праздника мы никому не отказываем но мужчин мы берем телефон жены сестры мамы то есть женский круг мы берем телефоны по максимуму то есть не один телефон а прям максимально сколько можете дать давайте как правило мужчины лезут с телефона дают контакты без проблем то есть у нас получается довольно таки большой список хороший также мы отдаем георгиевскую ленту мы отдаем каталог и человек свободен дальше если у нас например есть женщины еще раз повторюсь без детей да и мы не используем шарики данный момент закончились они или по какой другой причине то проявляйте свое творчество свою фантазию просто работать с каталогом здорово но еще интереснее когда человек заинтересованно на вас как бы смотрит а что там у вас такое мы часто используем ароматные цветы цветы которые делаем из калфеток также делим на два аромата один аромат свежий другой сладкий и даем на выбор два цветка то есть протестировать такая ароматная дуэль как бы человек выбирает какой аромат ему больше нравится этот цветок мы оставляем ему также мы отдаем каталог в котором уже сделаны закладки на этих самые ароматы и рассказываем что у нас сейчас акция на 1000 рублей на цветочки у нас обязательно есть наш контактный телефон то есть если я отдала цветочек на нем есть мой контактный телефон мое имя артикулы названия аромата чтобы человек потом не забыл причем этот цветок из салфетки он очень долго держит аромат ну как минимум дней 5 он будет держаться поэтому человека есть возможность вернуться к этому аромату и также посмотреть в каталоге что он из себя представляет очень удобный инструмент для работы еще такой момент так как сейчас идет нас акции с 1000 мы берем купюру на 1000 рублей без листовки просто купюру можем из нее точно так же сделать цветочек но если вы решите это делать такая бумажка я думаю не очень долго будет пахнуть поэтому сюда все-таки надо вставить салфетку или какой-то блотер который действительно будет долго держать аромат также наверняка вы видели букеты из таких купюр которые вот дарят как сувенирные вот точно также из купюр можно сделать цветы будет привлекать внимание именно сейчас на действующую акцию которая будет длиться еще несколько каталогов и как раз эти каталоги попадают на теплое время года когда можно выходить на улицу и привлекать людей именно таким инструментом и цветы на самом деле здорово смотрятся интересно и приятно подарить человеку а человеку приятно получить и потом он этот цветок у него останется как правило не как правило а часто бывает так что листовку могут выкинуть а цветок принесут домой тем более что он будет еще долго держать аромат я вам желаю успехов в ваших рекрутинговых акциях много вам регистраций хороших лояльных покупателей удачи добрый день дорогие коллеги меня зовут синяя фортуна я серебряный директор компании фаберлик проживаю в россии город краснодар с огромным удовольствием хочу поделиться с вами своим опытом использования замечательной денежной акции частности в рекрутировании я работаю в интернете через контент маркетинг или проще говоря путем написания точечного контента под определенную целевую аудиторию давайте посмотрим какие это виды контента и как с этим работать специально для вас я прописала эти виды контента вы можете посмотреть на презентации прежде всего это формат видео это яркие профильные картинки и текстовый формат давайте разберем каждый из этих форматов в отдельности что это и как использовать первое формат видео очень рекомендую вам записать обзор вашего личного заказа продукции компании фаберлик на видео не больше одной минуты как это сделать красиво раскладывайте баночки упаковки продукции на какой-то поверхности фон должен быть обязательно простой однотонный хорошее освещение и прям на видео обозначаете какая часть продукции из этого заказа так сориентируйтесь примерно на тысячу рублей мы совершенно бесплатно то есть в подарок вашим кандидатам если он воспользуется денежной акцией то есть он использует этот подарок 1000 рублей на покупку данного конкретного товара до конкретной продукции что здесь хорошо работает во первых вызывает доверие потому что это ваш личный пример во вторых вы прямо на практике показываете продукцию человек за кадром ваш будущий кандидат это видит ему интересно особенно если это подается в легкой форме обязательно учитывайте временные рамки не нужно говорить когда акция закончится но говорите о том что акция имеет временные ограничения поэтому обязательно свяжитесь со мной как можно быстрее чтобы получить вот такой классный подарок лучше использовать формат не больше одной минуты почему во первых вы сможете использовать во всех соцсетях во вторых если длительное видео это уже будет тяжело к восприятию человек смотрящий ваше видео устает и это будет лишняя минута самый оптимальный вариант если стесняетесь показать лицо достаточно просто ваши руки продукция и голос за кадром здорово будет если такие видео запишите не только вы но и вся ваша команда вы просто между собой ими обменяетесь и будете использовать во всех сетях как использовать но вообще интернет нам дает просто неограниченные возможности вы можете загрузить на свой канал youtube на свой канал телеграм вы можете использовать в постах в сети вконтакте одноклассники facebook instagram то есть ну абсолютно везде как отдельные посты да просто видео можете сверху указать какой-то продающий текст стимулирующий связаться с вами чтобы получить подарок и внизу прикрепить вот это видео хорошо работает далее второй формат это яркие профильные картинки сейчас расскажу как сделать наиболее эффективным использование такого формата я вас попрошу немножечко остановиться подумать просто для себя и прописать в бакноте что интересует обычную женщину какой продукции она пользуется в быту ежедневно что ее волнуют что она покупает очень часто для себя и прям прописать вот отдельными блоками эти темы для вас я указала 6 тем вы можете продолжить этот ряд но вот основные да давайте их озвучим первое это уход за собой за лицом за телом просто уход далее тема похудения здоровья продукция для детей продукция по уходу за домом то есть моющие средства очень очень много таких тем вы просто немножко подумайте и сфокусируйте свое внимание на этом то есть нам нужно прописать именно основные темы популярную продукцию которые пользуют которые пользуются большинство женщин и так мы прописали потом согласно этих тем формируем яркие профильные картинки очень здорово будет если вы воспользуетесь нашим фотобанком фотобанком компании faberlic вы прям на сайте можете его найти там собраны классные картинки фотографии продукции именно высоком разрешении хорошего качества и они очень красиво смотрятся таких картинках что мы делаем мы берем фотографии этой продукции и на отдельных картинках формируем прям наборы на тысячу рублей то есть ориентируйтесь там примерно на тысячу рублей вот этим темам то есть первая картинка это набор продукции для здоровья вторая картинка это набор продукции по уходу за домом мощи средства третья картинка тема похудения и так далее и формируем таких 7 групп картина почему 7 объясню и как формируем обычные фоторедакторы вы можете скачать приложениями на телефон вы можете воспользоваться фотошопом то есть так как вам удобно и так сформировали такие картинки яркие красочные ничего там не пишем просто сделали такие профильные образцы далее две картинки делаем рекламные там нет продукции там только текст как пример можете написать получи тысячу рублей в подарок при регистрации на покупку любимой продукции здесь обязательно шрифт простой лаконичный легко читаемый не больше трех цветов в тексте иначе это будет смотреться некрасиво нам все нужно сделать стильно вкусно и чтоб легко воспринималась взглядом что мы делаем с этими картинками преимущественно я рекомендую использовать stories instagram и так у нас 7 групп картина 7 дней в неделю первый день мы загружаем первой рекламную картинку говорящие про акцию до рассказывающий про акцию далее мы подгружаем следом 7 картинок можете больше сделать да по темам вот именно пример наборов который может для себя купить женщина воспользовавшись денежным подарком то есть рекламная картинка наборы конкретной продукции по популярным темам и последняя картинка стимулирующим вам с вами связаться для получения этого подарка хорошо работает женщины действительно пишут в директ спрашивают как получить денежный подарок 7 дней в неделю меняем каждый день вот набор этих картинок смотрится интересно потому что наборы разные продукции у нас очень много и хорошо действительно работает кроме stories instagram вы можете просто загружать такие картинки в постах то есть сверху продающий текст внизу примеры этих наборов и опять же в тексте призываем написать вам для того чтобы получить подарок и так мы с вами плавно подошли к текстовому формату постов или проще говоря мы сейчас будем говорить о наших продающих постах текстовый формат это именно продающие посты здесь есть основные правила которые нужно соблюдать первое кричащий яркий заголовок нужно понять систему работы вообще этих постов женщина попадает на вашу страницу в соц сетях у нее есть доли секунд чтобы понять остановить свое внимание на этом объявлении на этом посте или пойти дальше здесь хорошо именно срабатывать яркие кричащие заголовки а то есть как пример подарок подарок тысяча рублей за первый заказ денежный подарок улетная акция бомбическая акция супер акция вот прям вот такие вызывающие яркие слова в заголовке и так женщина остановила свой взгляд далее текст текст небольшой но примерно три четыре абзаца в каждом абзаце 45 приложений не больше текст должен быть короткий для того чтобы визуально легко читался и обязательно с применением абзацев далее смайлы не больше пяти штук потому что часто увлекается это смотрится некрасиво просто рябит в глазах пять штук это оптимальный вариант и конечно же внизу призыв к действию в самом конце этого текста призыв к действию чтобы связаться с вами для получения подарка как используем просто как отдельные тексты в постах можем также прикреплять вот картинки которые создали до этого или видео которые записали до этого то есть мы миксуем тот материал те инструменты которые у нас есть используем в разных вариантов размещаем в тех же социальных сетях во всех где вы находитесь это тоже классно работает плюс рекомендую вам в этих соц сетях где вы находитесь где у вас находятся ваши странички обязательно сделать хорошую шапку это два три предложения опять же рассказывающий про денежный подарок тысяча рублей также хочу сказать что в настоящий момент соц сетях классно работают опросы вы можете использовать опросы и в сети вконтакте и в одноклассник ну практически везде если вы будете использовать в контакте и в одноклассника кто там есть прям вот когда формируете пост посмотрите если не обращали внимание прям отдельная возможность формировать классный интересный опрос то есть такой интересной стилистики там прям цвета можно выбирать опроса что мы там пишем вариантов много я вам рекомендую обратиться к женщинам предложить им выбрать какой набор из представленных ниже картинках мы картинки подгружаем к опросу они хотели бы получить для себя в подарок и женщины голосуют вверху тоже продающий текст рассказывающий про денежную акцию про нашу замечательную акцию и говорим о том что если женщина им воспользуется этим подарком то она сможет использовать деньги на покупку вот этих классных наборов и спрашивают что вам больше всего хотелось бы получить в опросе женщины голосуют женщинам очень любят это делать и такие опросы набирают большую вирусность это классный вариант органического трафика что видит умная лента в соцсетях она видит что данный пост интересен данный опрос действительно набирает большие просмотры и начинает показать его еще большему количеству людей то есть охваты увеличивать если соцсеть видит что действительно пост интересный много лайков много комментариев или много действий именно на нем то она действительно начинает его хорошо продвигать вы можете разместить такие опросы на своих страницах вы можете их разместить в профильных группах именно по женской аудитории есть такие группы где можно бесплатно размещать опросы посты различные и тем самым еще больше увеличивать охват это пожалуй основное что я хотела вам рассказать поделиться за отведенное время обязательно используйте в работе я надеюсь что вам пригодится денежная акция которую нам подарила компания фаберлик действительно нам дает очень большие результаты это классное время когда действительно необходимо воспользоваться возможностью использования такой классной акции у нас в компании и набирать обороты расти по карьерной лестнице компании фаберлик удачного вам рекрутирования с вами была ксения фортуна добрый день уважаемые участники марафона привет из солнечного краснодара меня зовут певчатина светлана я рубиновый директор компании фаберлик и сегодня я хочу познакомить вас с методом который стал любимым в моей структуре любимым потому что он простой он не требует специальной подготовки в области коммуникации для него не надо специально изучать продукцию в нем минимум вопросов он нравится тем кому мы это предлагаем он нравится консультантам метод называется тестируем и рекрутируем его можно использовать как работая за стойкой точно так же его могут использовать консультанты когда просто выходят на улицу можно работать в паре это конечно же лучше но можно работать и по одиночке потому что инструментов для него требуется минимум и так что мы делаем каждый день и чему нам не надо учиться для женщины этот вопрос ответ на этот вопрос очень простой мы моем посуду мы убираем квартиру и мы убираем на кухне и вот собственно тестеры и пробники из серии косметики для дома мы и взяли в основу этого метода но не все мы взяли именно те продукты которые дают быстрый результат или же вкусно пахнут конечно же это средства для чистки мытья для чистки плит и духовок это средства для уборки квартиры это средства для уборки кухни и целая линейка средств для мытья посуды потому что их в общем то приятно демонстрировать и людям они очень нравятся и мы добавили в эту коллекцию средства для мытья посуды для малышей потому что пришла весна и мамочек с колясками на улице превеликое множество обязательно каталог текущего периода каталоги прошлых периодов не забудьте подготовить каталоги и здесь у вас должна быть информация о вас телефон телефон это вообще сейчас основной инструмент и планшет с бланком в который вы будете заносить номер телефона имя и обязательно поле для примечания потому что консультанты волнуются люди уходят и потом очень трудно вспомнить кто же это подходил и о чем была ваша беседа а пометки на полях потом помогут вам по телефону создавать нужный вам диалог этот метод также очень любят использовать те консультанты которые работают у них полностью занята вся рабочая неделя развиваться они хотят и метод тестирования очень хорошо заходит на рабочее место я расскажу об этом далее более подробно итак что же мы делаем работа со стойкой здесь один консультант или два консультанта по возможности что мы говорим текст очень простой добрый день примите участие в тестировании любимых продуктов и получите тестер на выбор в подарок это ключевые слова на выбор любимые продукты люди обращают внимание и по сути дела на улице мы еще рукой как бы приглашаем людей к стойке откликаются очень хорошо и когда женщины подходят мы собственно говоря выстраиваем с ними такой знаете близкий диалог и говорим вы же занимаетесь уборкой в квартире вы моете посуду мы предлагаем вам протестировать эко-продукты для вашей повседневной жизни но украсить ее с помощью нашей продукции по каждой продукции делаем короткую презентацию допустим всегда стараемся привязать наши выходы к какому-либо событию у нас же скоро Пасха это средство для чистки плит и духовок оно поможет подготовить вам духовку к празднику средство для уборки квартиры позволит вам так убирать квартиры что пыль больше не будет подниматься средство для уборки кухни поможет отмыть такие участки куда оседает жир и очень трудно с этим справиться и на вашей кухне будет очень-очень свежий приятный воздух а также посмотрите какие у нас чудесные средства для мытья посуды средство надо обязательно открыть и дать человеку в руки для того чтобы он сам его попробовал понюхал и предлагаем выберите пожалуйста то что облегчит ваш труд дома обязательно надо показать средства для мытья детской посуды тем кто гуляет с малышами и сделать тоже короткую презентацию сказать что здесь нет отдушек сказать что эта продукция это все биоразлагаемо и протестировано специально сертифицировано для использования для посудки маленьких деток с большим интересом люди начинают все это смотреть и когда мы даем возможность выбора говоря выберите то что вам нравится или выберите то что бы вы хотели попробовать женщины буквально включаются в этот игровой процесс они выбирают тестер и в это время мы продолжаем на это уходит время в это время мы продолжаем говорить уже то что нам надо какая же акция у нас здесь на подходе для того чтобы еще больше вовлечь человека когда женщина выбирает мы говорим следующие вещи давайте я запишу ваш номер телефона и как вас зовут для того чтобы наш представитель мог с вами связаться и вы дали свой отзыв об этом средстве акция короткая вы сегодня сможете попробовать это средство как правило люди отвечают согласие тогда вы записываете номер телефона записываете имя пометки вы уже сделаете тогда когда человек отойдет и смотрите что получается человек бежал по своим делам ему сделали приятное он сам выбрал ему еще что-то подарили у него уже однозначно улучшилось настроение и вы уже говорите и предлагаете ему то для чего собственно говоря мы с вами это и делаем нам надо предложить нам с вами надо предложить акцию 1000 бонус на заказ и вы показываете человеку каталог и говорите о том что если он выберет по этому каталогу продукции на 2500 то заплатит он всего чуть больше 1500 и еще получит в подарок полноразмерный порошок универсальный для стирки этот продукт тоже из этой серии и вручаете каталог смотрите если человек торопится или не расположен долго разговаривать но ему интересно его уже зацепили вот эти наши тестеры вы ему тогда даете каталог прошлых периодов для того чтобы у него осталась информация постарайтесь пожалуйста чтобы каталог уже содержал информацию про 1000 потому что когда он будет просматривать однозначно это его заинтересует что еще важно пока вы ведете диалог ваш коллега берет телефон и заносит его к себе в телефон для того чтобы тут же сделать звонок у вашего нового кандидата раздается звонок и вы ему говорите замесите пожалуйста себе в телефончик напоминав что это мы и что мы будем вам звонить и обязательно договоритесь о времени звонка так у вас будет еще одно подтверждение что вы получили действительно номер человека и у вас состоялся контакт теперь звонок вы звоните в то время о котором вы договорились смотрите бизнес у нас статистически и бывает такое что трубку не берут главное не расстраиваться сделайте через какое-то время еще один звонок и потом пошлите сообщение по ватсап с текстом добрый день напоминаю о себе вы проходите у нас тестирование нам очень интересно ваше время сообщите когда вам можно перезвонить если нет обратной связи ну что ж все таки статистика есть статистика но чаще всего берут трубку потому что средства нравятся вы здороваетесь обязательно называйте имя того человека которому звоните и говорите напоминаю о себе вы проходите у нас тестирование скажите вы уже попробовали средства и вам что-либо отвечают если не попробовали вы передоговариваетесь еще на другое время как правило это в этот же день мало ли какие были обстоятельства у человека а если попробовал здесь внимательно мы готовим несколько контрольных вопросов и говорим следующий текст дайте пожалуйста нам коротко ваш отзыв а потом я задам вам контрольные вопросы для чего для того чтобы человек вам сначала рассказал вы быстро сформировали у себя правильные вопросы чтобы получить вот эти заветные три-четыре да и он вам коротко рассказывает о том что он делал какие у него впечатления понравилось там ну или еще что-нибудь и после этого вы говорите конечно спасибо мы рады что вам понравилось а теперь вопросы от компании задаете вопросы вопрос не только может быть да-да-да есть очень интересный вопрос который иногда помогает установить более близкий диалог мы говорим скажите вам так понравилось в холодной воде или в горячей воде мыть посуду и обычно такая завершая пауза ой и мы продолжаем смотрите обязательно попробуйте в холодной воде потому что летом часто отключают воду и наше следство может быть для вас вот просто спасением и благодаря вот такому легкому диалогу вы тогда уже переходите к следующему этапу посмотрели каталог как вам понравилось и по этой методике диалог происходит вы подарили и сделали приятное и облегчили женщине вот ее такой вот иногда не всем же нравится мыть посуду очень хорошо реагирует и мы говорим про каталог вы говорите Ирина эта тысяча будет вам зачислена по ссылке которую я вам сейчас пришлю вы переходите по ней заносите свои данные и у вас открывается ваш личный кабинет и на вашем бонусном счету автоматически уже есть вот эта бонусная тысяча от компании я помогу вам разобраться я помогу вам составить выгодный заказ и воспользоваться самыми интересными акциями от компании это у нас с вами диалог с теми кто с пробниками ушел но очень большой процент людей тут же начинает задавать вопросы и регистрируется прямо на месте мы им дарим и пробник и каталог и в то же время они тут же на месте проходят регистрацию теперь про метод тестирования на рабочий низ наш консультант у себя в рабочем коллективе обращается к своим сотрудникам или к своим коллегам и говорит коллеги помогите мне пожалуйста провести тестирование экологически безопасной продукции компании Фаберлик и выставляет вот эти пробники смотрите мы минимально свели диалоги у нас практически в нашей методике постоянно идет презентация мы не дожидаясь ответа говорим о преимуществах и делаем выгодные предложения и показываем что же мы предлагаем нашим коллегам есть такая опасность когда человек хочет что-то одно все начинают тоже хотеть это же поэтому наши консультанты еще делают такой хитрый ход они говорят разберите разные позиции они такие концентрированные их так надолго хватает вы сможете завтра обменяться и каждый успеет попробовать совершенно разные позиции из этой коллекции это очень нравится людям мало того что им дают попробовать им еще и предлагают много попробовать он говорит о том что тестирование длится день и к этому тестированию и тестирование идет в поддержку вот такой потрясающей акции которую компания Фаберлик проводит весной для женщин отпускает их домой и все расходятся вот с этими пробниками смотрите что надо сделать надо прийти завтра на работу чуть чуть попозже даже если консультант привык приходить первым ему надо немножко задержаться для того чтобы коллектив уже сошелся и там уже начинается как вулей там просто идет такой уйдешь они начинают обмениваться они начинают рассказывать кто что делал кому чего понравилось у кого вспенилось и когда он приходит коллектив уже как правило немножко подогрет он приходит у него точно так же вот эти вопросы которые мы задаем по телефону и просто по порядку расспрашивает своих сотрудников сначала о впечатлениях а потом задает специальные вопросы точно так же опросник можно сделать в телефоне кто умеет это очень солидно это очень прилично если консультант владеет методикой создания ангеты в телефоне да он все это делает через телефон выглядит солидно и тут же привязывает все еще раз возвращается к каталогу и говорит что тестирование проходит в поддержку вот этой акции компания весной дарит косметику для дома своим новым покупателям и здесь тоже уже идет диалог по каталогу презентации каталогов у нас предостаточно и вот это хорошее отношение и то что и подарили и дали попробовать и предложили еще большую акцию очень хорошо располагает людей к диалогу и к действиям смотрите что еще здесь очень важно вот эти консультанты которые берут тестеры и знакомятся с нами именно через тестирование это уже готовые потребители эти люди как правило хорошо делают заказы и еще очень важный момент именно эти консультанты очень хорошо заказывают пробники по акции пробник 50 процентов для новичка они сами зашли через эту акцию и у них огромное желание попробовать как можно больше эту же методику вы можете адаптировать к соседям сначала зайти в тем с кем у вас уже близкие контакты здравствуйте помогите мне протестировать или же к тем ну с кем вы просто здороваетесь но меньше общаетесь диалог такой же здравствуйте помогите мне провести тестирование у меня в офисе сейчас проходит то-то то-то и у меня в офисе можно использовать любому консультанту у меня в офисе это значит в том офисе в котором вы берете продукцию пользоваться этим методом очень легко потому что мы говорим о том что мы делаем каждый день и даже если без стойки и не на рабочем месте то эта методика легко укладывается в планшет в маленькую сумочку в которую помещается несколько пробников и телефон и делать это можно в хорошую погоду с хорошим настроением в любую свободную минутку пользуйтесь этим методом он приносит просто потрясающие результаты люди приходят с удовольствием они начинают пользоваться продукцией и это одни из самых благодарных ваших консультантов и привилегированных покупателей удачи здравствуйте с вами Кожарова Татьяна бриллиантовый директор компании Фаберлик итак тема сегодня очень важная просто крайне важная это работа с возражениями и сейчас идет марафон я думаю что у вас очень много возражений уже накопилось на которые вы отвечали или не отвечали совсем и которые вам казались наверное такими словами которые вот прямо вот вам трудно было от того что вам говорят такие слова и вот сегодня мы с вами научимся работать с возражениями так чтобы вам было всегда легко во-первых во-вторых чтобы никакие возражения не пробивали ваш бронежилет который мы сегодня над вами оденем и чтобы вы никогда не сомневались в правильности своего выбора вот и сегодня мы поговорим именно о возражениях что же это такое возражение это первое это сопротивление неизвестному человек что-то получает от вас какую-то информацию с которой он просто не знаком и первая реакция всегда сопротивление поэтому ничего такого в этом нет например если вам предлагают экстремальный вид спорта или вам предлагают например прокатиться на качели на которой вы никогда не катались или вам предлагают приготовить что-то такое чего никогда не готовили первое что у вас в голове появляется это сомнение а вдруг у меня не получится а вдруг страх появляется еще что-то это нормально сопротивление идет всегда даже тогда когда вы захотите путешествовать ваш кошелек может сопротивляться ваш муж может сопротивляться или кто-то еще или ваши дети то есть понимаете сопротивление всегда это нормальное природное явление Поэтому, знаете, возражение — это просто мнение человека, которое он в данный момент высказывает как сомнение, как сопротивление неизвестному. Второе, возражение — это очень хорошо, намного хуже, когда люди просто молчат. Но если они вам возражают, это значит, у них есть скрытый вопрос. Это у них есть скрытый вопрос, на который они хотят получить ответ. Так вот, дайте же им этот ответ. Это и есть работа с возражениями. И когда мы с вами научимся отвечать на возражения, то вы сможете быть таким мастером, который будет непобедимым. Следующее, возражение может быть как предубеждение. У человека когда-то где-то сложилось какое-то мнение, либо о компании, либо о сетевом бизнесе, либо вообще о покупках по каталогу или по интернету. И он это возражение высказывает вам. То есть предубеждение, оно такое, оно скрытое, вы не знаете, где и когда оно в него поселилось. Но сегодня вы попали под этот артобстрел, скажем так. Следующее, у человека просто нет информации. Нет информации о компании. Потом он не знает вас, может быть. А может быть он не знает продукт. То есть много неизвестных. Когда много неизвестных, это вызывает небольшой стресс. И, конечно же, этот стресс выливается в возражения. Кроме того, это непривычность бизнеса. Вы знаете, мы как бы сейчас находимся в таком информационном обществе, в котором все время нам что-то предлагают. Реклама идет со всех сторон, нам предлагают что-то купить. Нам предлагают, и мы опять-таки с этим предложением. Понимаете, мы попадаем в зону, в которой есть много таких каких-то, видимо, раздражающих моментов. Но наша задача показать, что человеку наше предложение будет очень выгодно. И тогда он откроет нам свои объятия, скажем так. То есть он откроется. Но теперь, вот второе, это как конкретно работать. То есть методика ответов на возражения. Вот сейчас я бы вам рекомендовала взять ручку, взять блокнот и обязательно записывать то, что я буду говорить. Потому что те шаги, которые вы сейчас услышите, они позволят вам всегда и везде отвечать на любое возражение правильно. Итак, первый шаг. Первый шаг – это когда человек вам отвечает. Вот вы к нему подошли с предложением, и он вам начинает что-то говорить. В этот момент вы должны быть все во внимании на человеке. Это очень важно. Нужно внимательно слушать. Откройте глаза, откройте уши и внимательно слушайте человека. Скажите, пожалуйста, какое возникает у вас чувство, когда вас внимательно слушают? Скорее всего, у вас появляется уважение. То есть вы таким способом, шаг второй, проявляете уважение к мнению другого человека. Вы внимательно слушаете и проявляете уважение к его мнению. И тогда благодарность за это уважение, он совсем по-другому с вами будет разговаривать. Согласны? Значит, шаг первый – все внимание на человека. Шаг второй – это уважение к его мнению. Шаг третий – определение скрытого вопроса. Я сейчас сразу покажу на примере первого возражения. Нет времени. Часто вы встречаете такое возражение? У меня нет времени. Скажите же, часто, да? Значит, вот скрытый вопрос здесь такой. Второй – скажите и убедите меня, что имея небольшое время, немного времени, я смогу добиться здесь успеха. Покажите мне, что имея даже небольшое время, я смогу здесь делать заказы. То есть человек вам показывает, что у меня вот время ограничено. И следующий наш шаг, когда мы определили скрытый вопрос, это поставить себя на место человека. Очень просто. Да, конечно, я вас очень хорошо понимаю. Я вас очень хорошо понимаю. Сейчас мы живем в такое время, когда нет времени. Пошутите. Такое время, когда нет времени. Но именно поэтому Фаберлик, потому что я покажу вам, как сэкономить время, это первое. А второе – как приобрести свободное время, это второе. Вам что больше интересно, первое или второе? Значит, момент, когда мы делаем шаг четвертый, когда мы ставим себя на место человека, мы… Вот есть определенная технология. Запишите фразы. Да, я согласна с вами. Мы живем в такое время, когда нет времени. При любом возражении. Да, я согласна с вами, что иногда нам кажется, что у людей нет денег. Да, я согласна с вами, что иногда встречаются люди, у которых маленький круг знакомых. Да, я согласна с вами и так далее. То есть «да, я согласна» – первая фраза. «Да, я согласна». Второе – как я хорошо вас понимаю, если вы только знали. Как я вас хорошо понимаю? Я тоже так раньше думала. Ну, если это о мысли какой-то. То есть я тоже так раньше думала. Например, это неустойчивый бизнес или это, например, пирамида или что-нибудь в этом роде. То есть какая-то мысль. То есть есть возражения, связанные с действием, есть возражения, связанные с продуктом, есть возражения, связанные со временем, есть возражения, связанные с мнениями других людей. Ну, то есть есть возражения, связанные с предубеждениями. То есть есть просто разные возражения, поэтому если мы можем говорить о мысли, то да, я тоже раньше так думала. Шаг пятый, получите подтверждение на свой вывод, то есть вы делаете вывод по поводу скрытого вопроса. Я вас правильно понимаю, что если у вас есть хотя бы маленькое, небольшое время, то вы сможете здесь оформлять заказы или можете здесь добиться успеха, как в бизнесе. Вам именно это вас интересует? Я правильно вас понимаю? То есть вы и ждёте. Нужно обязательно получить подтверждение тому, что вы ему сказали. А здесь очень важно, когда человек говорит нет времени, вы повторяете его фразу только по-другому. Вот и тогда вы говорите с ним на одном языке. И последнее, шаг шестой. Шаг шестой – это предложить решение и предложить выбор между решением и между тем, как есть. То есть, вы знаете, можно оставить так, как есть. А можно, использовав то небольшое время свободное, которое у вас есть, выбрав его специально, улучшить вашу жизнь. Вот я вам предлагаю либо попробовать сделать первый шаг, зарегистрироваться, сделать заказ, посмотреть на ресурс, который вам предлагает компания, или оставить всё как есть, совсем ничего не делая, вам как больше нравится. И вот тут проявится истинная причина. То есть, на самом ли деле человек так сильно сопротивляется, или он готов рассмотреть ваши предложения. Итак, технологию, саму методику, да, ответа на возражения мы с вами рассмотрели. Вот по этому алгоритму вы отвечаете на любое возражение. А теперь ответы на сами возражения. Итак, на нет времени мы с вами ответили. Второе. У людей нет денег. Или у меня нет денег. Как отвечать на возражения? Скрытый вопрос какой? Обладая даже маленьким доходом, смогу ли я здесь добиться успеха? Или обладая даже маленьким доходом, могу ли я здесь делать покупки? Потому что по сетевым компаниям люди часто думают, что дорого. Поэтому прояснить нужно, если у вас маленький доход, сможем ли мы здесь добиться успеха или делать покупки? Да, сможем, потому что наша продукция дешевле, чем в магазине. И у нас оптовые цены, дополнительные ещё подарки, бонусы и так далее. Кроме того, вы сможете здесь ещё и заработать. То есть, если у вас нет денег, так тем более в Фаберлик. Третье возражение. Я не умею продавать. Да, я с вами согласна. Есть такое мнение, что сетевой компании нужно обязательно продавать. Вы знаете, продавать иногда нужно, но можно построить бизнес только на личном потреблении. То есть, скрытый вопрос какой? Могу ли я здесь добиться успеха, если я не умею продавать? Да, можете. Ответ такой. А как, я вам расскажу и покажу. Следующее возражение. У меня нет знакомых. Скрытый вопрос. Имея маленький круг знакомых, смогу ли я здесь добиться успеха? Да, сможете. Потому что, даже если у вас пять знакомых, одноклассник один. Наверное, у вас было двое в классе, да? Один родственник, один коллега по работе, одна соседка и один парикмахер или стоматолог или кто-то там еще. То даже если мы начнем с этого малого круга, у этих людей точно так же по пять знакомых точно есть. А у тех тоже по пять. И тогда вы можете добиться здесь успеха. Я знаю истории людей, которые, не имея совершенно, не задействуя теплый круг, добились успеха, используя холодный круг знакомых. То есть, это те люди, которых они никогда не знали. Следующее. Здесь нужно красиво говорить. Возможно, что есть такое мнение насчет красоты. Но, знаете, здесь я вспоминаю всегда Брайана Трейси. Я была однажды на его живом тренинге, и он рассказывал про мужчину, который предлагал бизнес следующим образом. Вы знаете, у нас отличная компания, хорошая компания. У нас очень хороший продукт. У нас очень хорошая команда. И у нас очень хорошо, хорошие деньги платят по маркетингу. Или у нас очень хорошая зарплата. И все. Но он был настолько убедителен, что построил прекрасную команду, которая позволила ему зарабатывать хорошие деньги. То есть, насчет красоты. Каждый говорит так, как он умеет. Главное, чтобы это было от сердца. А постепенно словарный запас увеличивается, чем больше мы говорим. Поэтому есть такие люди, которые даже говорить на русском языке с трудом могли. И то сегодня добились успеха и развили в себе это умение. Следующее. Здесь нужно быть уверенным в себе. Уверенным в себе. Вы знаете, я с вами согласна. Скрытый вопрос. Если я сегодня не очень уверен в себе, смогу ли я добиться здесь успеха? Конечно, сможете. Потому что большинство людей, практически все, кто придет в этом бизнесе сегодня успешный, не были уверены в себе, когда они начинали. И эта уверенность развивается со временем. А особенно она развивается, когда у вас наступают результаты. И поэтому нужно просто к этому в это время прийти. Следующее возражение. Седьмое. Нужно быть общительным. Вопрос. Нужно ли быть здесь общительным? Конечно, нужно. Но умение общаться развивается со временем. Точно так же, как умение быть уверенным в себе. Восьмое возражение. Это пирамида. Вот насчет пирамиды я остановлюсь подробнее. Почему? Потому что эта пирамида настолько сейчас больная тема. Очень много финансовых пирамид, которые предлагают нашим людям заниматься бизнесом, так называемым, в пирамиде. Но давайте, знаете, вот запишите сейчас отличие пирамиды от настоящего сетевого маркетинга. Или отличие настоящего сетевого маркетинга от пирамиды. Значит, смотрите. Пирамида – это доказательство того, что сетевой бизнес – это бизнес, который действительно крутой. Почему? Иначе бы пирамида не рядилась бы под сетевой бизнес. Согласны со мной? И первое отличие в финансовой пирамиде, как правило, или скрытой пирамиде – дорогой градированный вход. Почему градированный, я говорю? Ну, как правило, это такая уловка. То есть за 6 тысяч пакет покупаешь, получаешь ограниченный кружочек, столько-то доходов, допустим, которых, в общем-то, может быть, а может и не быть. Если покупаешь на 12 – побольше. Всяких привилегий, условий и так далее. Если покупаешь на 24 – еще побольше. А если уже на 48 – то, ох ты, вип в короне и вообще. Понимаете, да? То есть рассчитано просто на элементарную жадность людей. То есть сейчас я вложу больше денег, займу, да, а зато потом заработаю вообще там огромные деньги. Ну, как правило, это не происходит чаще всего. У каждой пирамиды есть свой срок жизни. Вот, это первое отличие. Первое отличие – это дорогой вход. Обратите внимание, в сетевом бизнесе, вот у нас в Фаберлик, например, бесплатная регистрация. Второе. Либо нет продукта, либо продукт, маленький ассортимент, либо продукт, которым вы не можете сразу воспользоваться. Ну, например, юридические услуги или туристические путевки. То есть вы же не поедете прямо сразу куда-то отдыхать. Вы как будто бы это заплатили заранее. Дальше. Третье. Это бинары или матрицы. То есть маркетинговый план построен таким образом, что это не маркетинг многоуровневого отделения, который есть сейчас в Фаберлик. Вообще по маркетингу многоуровневого отделения живут 95% компаний. Как и компания Фаберлик в том числе. Финансовые пирамиды, как правило, имеют либо бинар, либо матрицу, которая часто не закрывается. Или, ну, в общем, это особая тема для разговора. Но это, ну, скажем так, их называют не очень честными путями обогащения тех, кто создают такие пирамиды. И потом помните, у каждого пирамиды есть срок жизни. Она, как правило, где-то от года до полутора лет. Очень-очень редко пирамиды живут дольше. И вот за это время проходит цикл, полный цикл возврата денег. Люди думают, что сейчас они хорошо заработают, вложившись еще. И вот на этом моменте пирамида схлопывается. В настоящей сетевой... А, вот еще вознаграждение откуда идет. Самый главный вопрос. Откуда деньги? Да, в сети, вот в пирамиде откуда деньги? Деньги со входа другого человека. То есть пригласи такого же, как я, который заплатил. И он заплатит, и ты получишь деньги, да? В сетевой бизнесе, вот, например, в Фаберлик. Давайте отличия. Первое. У нас бесплатный вход, бесплатная регистрация. То есть вы за это ничего не платите. Мало того, компания вам платит сейчас тысячу рублей для того, чтобы присоединиться. Чтобы вы могли попробовать продукции побольше. Второе. Огромный ассортимент. Огромный. У нас более 5-6 тысяч наименований. Сейчас уже трудно поддается подсчету. Вот. И ассортимент 15 отраслей. То есть это вообще шикарное предложение. Но шикарнее вообще не бывает. Если только на Алиэкспрессе, то там неизвестное качество. Вот. Низкие цены. То есть наши цены дешевле, чем в магазине. Мы уникальная сетевая компания, Фаберлик, например. Потому что я не знаю ни одной сетевой компании, где бы цены были ниже, чем в магазине. Однако это у нас есть. Третье. Вознаграждение с товарооборота. То есть люди делают покупки для себя домой, а вы получаете вознаграждение от компании с товарооборота, который сделали ваши люди. Постоянно обновляющиеся покупки. То есть заканчивается продукт, мы снова покупаем. В финансовой пирамиде так сделать нельзя. Обычное дело. Там есть пакет продукции, который можно купить только целиком. Ты не можешь купить отдельно, штучно, что-то. Следующее. Следующее возражение. У меня соседка занималась, у нее ничего не получилось. Значит, здесь обязательно записывайте три вещи. Почему получается не у всех? Потому что есть три правила, три момента, которые нужно учитывать. И только при соединении всех трех будет результат. Если хоть один отсутствует, то результата точно не будет. Первое. Это активное желание изменить жизнь свою к лучшему. Активное. Вы очень сильно хотите. Второе. Это знать, что делать. Это нужно обучаться. Третье. Это действовать. Если вы сильно хотите, если вы обучаетесь, но ничего не делаете, вы ничего не добьетесь. Если вы, например, знаете, что делать, делаете, но не очень сильно хотите, вы тоже добьетесь не очень многого. Если вы, например, активно хотите, действуете, но не знаете, что делать и делаете неправильно, вы тоже получите не тот результат, который вы хотите. Согласны со мной? Поэтому, получается, у тех, кто активно хочет, во-вторых, учится и придает серьезное значение обучению, и третье действует, все, вот это важно, а те, кто пассивен и ждет, что сейчас наставник придет, что-то сделает, или дядя добрый, или государстве что-то изменится, то есть пассивно ждут, а может что-то поменяется к лучшему, или несерьезно относятся к обучению, или ленятся, то вот такие люди как раз-таки здесь не добиваются. Десятое возражение. Почему говорят только не сетевой? Почему? Потому что не верят, потому что хотят денег сразу, потому что уже работают в сетевом, поэтому не хотят уже больше сетевой, ну потому что они хотят в одной компании, да, то есть это хорошие сетевики, и ничего не знают о бизнесе сетевом. То есть есть четыре причины, почему люди не хотят в сетевой бизнес. Вот, то есть знайте, и вы можете спросить, а какая конкретно причина, какая конкретно причина не дает вам сейчас рассмотреть наше предложение. То есть нужно понять скрытый вопрос. Следующее. Следующее возражение, это здесь надо навязываться или уговаривать кого-то. Нельзя навязываться, запрет, запрет на уговоры. Почему? Потому что консультант, хороший консультант стоит сегодня дороже товара. Мы с вами всегда хотим хорошую рекомендацию, хорошего парикмахера, выбрать хорошую мебель, которую мы хотим купить. Или, например, мы хотим, например, какую консультацию? Хорошего стоматолога, да, потому что это же все-таки наше здоровье. И, конечно, мы ищем хорошего врача, хорошего портного. Мы ищем хорошего человека по рекомендации. Так вот, бизнес сетевой построен весь на рекомендациях. Я пользуюсь, мне нравится, тебе тоже понравится, если я правильно тебе об этом расскажу. Двенадцатое возражение. Здесь нужно ходить по учреждениям. Но, а почему так решили? А знаете почему? Потому что образ у человека есть. Есть образ сетевого бизнеса, который у него сложился, потому что к нему приходили продавцы сетевых товаров. И этот образ у него отпечатался. Ему кажется, что если сейчас он придет с сетевой, то ему придется ходить вот так же точно с кошелочками и так далее. Так вот, поэтому мы говорим, что нет. Сегодня существует огромное количество методов других, разных. То есть, хочешь, например, открывай детский салон красоты и там привлекай людей. Хочешь, например, через холодные контакты. Хочешь, работай в интернете. Работа в интернете вообще сегодня набирает обороты. Хочешь, работай с теплым кругом знакомых. То есть, все работают по-разному. И ты можешь выбрать тот метод работы, который подходит лично тебе. Вот вам какой бы вы выбрали, если бы вы захотели работать. Давайте не будем говорить о том, что вы уже работаете здесь. А просто сейчас представим себе, что вот какой бы метод, например, вы бы выбрали для себя. А можно просто потреблять, просто пользоваться и находить таких же точно потребителей. То есть, мы как раз таки рассказываем человеку, отвечаем на вопрос и говорим, да, конечно, я с вами согласна. Вы знаете, как я вас понимаю, мне тоже так казалось, я тоже так думала и так далее. И только потом скрытый вопрос поднимаем и отвечаем. Следующее возражение. Мне не нравится ваша продукция. Здесь нужно четко выяснить, а что человек пробовал. Что пробовали, как пользовались. То есть, консультацию получили, покупили именно то, что подходило лично вам и слушайте ответы. Потому что, как правило, это нарушенное либо знание о продукте, либо консультацию человек не получил, либо не научился пользоваться, либо продукт купил, он в него вообще стоит, потому что он не знает, как им пользоваться. Так тоже бывает. Или не распробовал. Ну, в общем, здесь нужно прояснять конкретную ситуацию. Например, пятнадцатый. Я прямо вчера столкнулась конкретно именно с этим возражением. Вы будете иметь с меня деньги. Вы знаете, вот, как здесь отвечать? Ну, конечно, у меня есть прям готовый для вас ответ. Я вложу в вас время, силы и деньги, а мне за это заплатит компания. Но нужно все-таки расшифровать. Вот конкретный пример был такой. Девушка пришла к своему парикмахеру, и она ей в очередной раз предлагает бизнес Фаберлик. И парикмахер ей говорит, я не хочу иметь дело с человеком, который, когда я буду заказы делать, будет иметь с меня деньги. А наша консультантка, она, конечно, растерялась. Но здесь не в этом суть, а суть вот в чем. Я ей говорю, ты знаешь, ты в следующий раз пойди к парикмахеру к своему и скажи, ты знаешь... Я говорю, а сколько лет ты у нее стрижешься? Она говорит, 15 лет. Я говорю, так вот, ты платишь ей деньги каждый раз, когда приходишь? Она говорит, да. Я говорю, ну хорошо, в следующий раз приходишь и говоришь. Ты знаешь, я так думаю, что тебе не нравится, когда кто-то с кого-то имеет деньги. Поэтому давай сделаем так, ты меня пострижешь, и я тебе ничего не заплачу. Ну, конечно, это перевернутое понимание. Но человека нужно немножко опустить на землю и понять, что любая услуга, любое действие стоит денег. И когда мы, например, приходим к человеку уже с предложением, для того, чтобы это предложение сделать, мы с вами зарегистрировались в компании. Мы научились ориентироваться в личном кабинете, научились делать заказы, разобрались со стартовой накопительной программой, например, и с остальными акциями компании. Разобрались, как это оформлять и как это объяснять. Подготовились, морально собрались, взяли, купили каталоги, пришли, начали предлагать. Это работа. И на это все уходит время. Это конкретная работа, которую мы с вами делаем. Еще мало того, мы еще делаем консультацию. Мы рассказываем, какие продукты лучше выбрать. Мы рассказываем, что нам нравится. Мы рассказываем, как использовать, какой результат получите и так далее. Мы слушаем потребности, выявляем ценности, потребности нашего клиента, предлагаем. И как же это за все нам платит компания только тогда, когда мы получаем результат, когда наш человек научается покупать. И то он покупает с выгодой для себя, а нам платит компания за результат, который мы получили. Так вот именно это и надо объяснять. Что сегодня консультант, хороший консультант на вес золота. Сегодня отличный консультант. Вы попробовали. Днем с огнем поищи консультанта, после консультации которого ты получишь действительно тот результат, который ты бы хотел получить. Согласны со мной? Хорошую рекомендацию мы ищем ее. И поэтому быть хорошим консультантом, это достойно. Это очень достойно. И, конечно, за такие консультации нам должны платить. Но платишь не ты, а платит мне компания. Я вкладываю в тебя время, деньги и силы, и энергию. Правильно же? То есть когда я с тобой и слушаю твои возражения, как ты думаешь, что со мной происходит, когда я слушаю твои возражения? Особенно такие. Следующее. Это ненадежный бизнес, это ненадежная компания, это ненадежное государство, здесь все ненадежно и так далее. То есть скрытые вопросы в трех этих возражениях, это как раз таки, покажи мне, что это настоящий надежный бизнес. Надежный. Я, например, как для себя лично объясняю, что люди не видят этот бизнес, потому что его увидеть реально невозможно. Потому что это люди разрозненные, которые делают покупки даже в разных концах мира, часто, не только в одном городе, и не только в одной республике, а во всех уголках мира. В 42 странах мира мы можем иметь своих консультантов, да? И кто же их увидит? Каким образом? Магазин увидеть можно, например, цех по производству чего-то, можно увидеть. Можно увидеть реальные товары, которые производит какой-то предприниматель. Можно увидеть. Можно увидеть людей, которые у него команда в цеху работает. Тоже можно увидеть, бригада, да? Но этот бизнес увидеть очень трудно. Мало того, его понять можно только тогда, когда ты здесь уже зарабатываешь. И поэтому, насчет ненадежности. Если мы говорим о компании, то это 120 лет опыта, например. Это собственное производство, например. Это сколько стран пользуется. Это опыт компании и так далее. Это ассортимент компании. То есть, если компания производит в день 3 миллиона единиц продукции, то как же она может, что с ней может произойти? Да? То есть, мы показываем, что надежность бизнеса. А давайте посмотрим вообще надежность другой, в других сферах. Например, в наемном труде у тебя есть надежность? Какая? У тебя есть гарантия, что ты не потеряешь работу? Или что у тебя не сократят поставки, например? Или что тебе меньше не будут наплатить? Или штрафные санкции какие-то не наложат? Если это свой традиционный бизнес, то какие гарантии у него? Что ты действительно выживешь, получишь результат и будешь развиваться и процветать? Если это франшиза. Франшиза стоит немаленьких денег, от 3-5 миллионов рублей и дороже. Если это под проценты в банк, то эти деньги еще сначала нужно собрать. Если это шоу-бизнес, то очень маленькие шансы, скажите. Ну и так далее. То есть, мы с вами можем рассматривать различные альтернативные, скажем так, бизнесы, которые тоже очень трудно назвать их сильно надежными. Поэтому сетевой бизнес, я, например, вижу, что надежно здесь именно в твоих усилиях. Главное правильно выбрать компанию. Вот. Поэтому вот сейчас, смотрите, я вот это рассказываю. Только сейчас, уже на 17-18 возражении, я начала говорить о 42 странах мира, о собственном производстве и, например, возрасте компании. То есть, не нужно это объяснять каждому человеку, потому что только на определенное возражение нужно отвечать. Вы понимаете? Если мы тараторим и рассказываем любому человеку об этом, обо всем, любому, то это как вилами по воде. Может, попадем, может, не попадем. А если мы точечно отвечаем на возражение, наша же задача сейчас его зарегистрировать, предложить ему войти в компанию, то есть, а потом он уже узнает все остальные подробности. И вот только на вот эти возражения можно уже отвечать конкретно о возрасте компании и так далее. Дальше. 19 возражение. Здесь надо начинать первым. Что такое первый? Человек почему-то кажется, что это по времени нужно было начинать очень давно и так далее. А теперь внимание. За то время, когда я занимаюсь сетевым бизнесом, 14 лет, за это время дети выросли, за это время сколько деток замуж вышло, за это время сколько деток родилось, за это время сколько людей потеряли работу, устроились и потеряли, сколько получили образование и не нашли работы. Представляете? И так будет продолжаться, потому что жизнь – это текущая, текущая такая структура. Поэтому здесь не важно, когда ты начинаешь, важно, с каким желанием и с какой скоростью ты начинаешь. Вот это разница. И с какими технологиями ты начинаешь, то есть, с какими системами работы ты начинаешь. От этого зависит скорость твоего развития. И от того, насколько упорно ты будешь продолжать работать с конкретной компанией, как долго ты это будешь делать. А у нашей компании прописаны цели на 35 лет вперед, поэтому уж точно будущее нам обеспечено. Один из самых надежных бизнесов – это бизнес Фиберлик. Двадцатое возражение и двадцать первое – это не мое и у меня не получится. Вот эти возражения, два возражения, они двуслойные. Что это означает? Если, например, мы к человеку, который скажет «Это не мое», мы можем у него спросить «Скажи, а что именно вам здесь не подходит?» «Вот это не мое, что именно тебе не подходит?» И человек скажет «Ну, надо уговаривать или, например, навязываться или ходить». То есть он повторит те возражения, которые были раньше. То есть вот у таких людей оно как будто бы спрятано. То есть в три мешочка. Первый мешочек – это не мое, потом здесь надо ходить уговаривать. Скрытый вопрос. Если здесь, допустим, надо напрягаться, а я, например, не хочу уговаривать, я не хочу навязываться, то могу ли я здесь добиться успеха? Дело в том, что не надо уговаривать, и не надо выбирать, например, способ, метод поиска людей, как, например, ходить по организациям. То есть можно разные методы использовать и выбирать тот, который тебе нравится. То есть, понимаете, да? То есть двухэтажное возражение, можно сказать так. «У меня не получится». И тогда мы задаем такой вопрос. «А что именно у тебя не получится?» Вот каких конкретно действий ты, например, не хочешь делать? Вот конкретно. И он вам скажет, я не умею продавать, например, или у меня бедный круг знакомых, или у меня нужно, я не умею общаться, например, скажет человек. И опять-таки мы на эти возражения с вами уже ответили, и мы отвечаем именно на них. Итак, мы с вами рассмотрели 20 видов возражений, 21 даже. 21 возражение, на которое, в принципе, вы теперь знаете, как отвечать. И я вам могу сказать, что в данный момент вы вооружились таким классным оружием, которое позволит вам, это не оружие даже, это инструменты, которые позволят вам быть всегда непобедимыми в любых разговорах. И помните, человек высказывает только лишь своё мнение. Он не хочет вас ни обидеть, ни оскорбить, он не хочет вас, ну как, отказом унизить, что ли. Нет, он просто высказывает своё мнение. И если мы с уважением отнесёмся к его возражению, услышим его скрытый вопрос, и он тогда в благодарность точно так же открыто нам ответит на все наши вопросы. И тогда он начнётся диалог, а когда есть диалог, то есть согласие. Я вам желаю отличных клиентов, я вам желаю отличных консультантов, я вам желаю прекрасных лидеров в ваших командах, я вам желаю богатства, процветания и изобилия с компанией Фаберлик. С вами была Кожарова Татьяна, бриллиантовый директор компании Фаберлик. Успехов вам, дорогие друзья!